Всем привет! Меня зовут Максим Камничков. Я дизайнер компании Onyx. Тема моего доклада «Материал-дизайн». Я вам расскажу основные принципы, ну и мнение общее со стороны дизайнера. Итак, «Материал-дизайн» является владельцем большого количества сервисов, которые они предоставляют своим пользователям. Эти сервисы живут в вебе, в мобильных приложениях. И настал такой этап, когда уже нужно объединять это все в единую систему, в едином дизайне, чтобы сделать для пользователя такую своеобразную экосистему, чтобы ему было удобно заходить, пользоваться продуктом с любого девайса, независимо, какого он размера, маленький телефон или монитор. И поэтому они придумали дизайн, назвали его «Материал». Вот что такое «Материал-дизайн» и его основные принципы. Ну, первое – это поверхности и формы. То есть дизайнеры говорят, что решили принести с внешнего мира поверхности и формы, перевести их в мобильную среду. И что человеку проще использовать какие-то материалы, с ними взаимодействовать, это привычно для них. И что они сделали? Они добавили глубину. То есть они фактически придали 3D-приложек, их интерфейс. Они добавили ось Z и получается у них есть такие слои, которые находятся на каком-то расстоянии друг от друга. И для того, чтобы показать это расстояние, используется также тень. То есть мы можем взаимодействовать с помощью таких битов, которые находятся на расстоянии друг от друга. И что интересно, что сейчас, допустим, тренды плоского дизайна, они не используют тени, а в «Материал-дизайне» тени есть основополагающим фактором. Вот. И вот они, значит, что они сделали? То есть в эти все плиточки появилась вот Z, которая теперь тень рисуется программно в реальном времени. То есть раньше, например, рисовал дизайнер тень, и программист эту тень применял к объекту, а сейчас эта тень рисуется уже программно, и она показывает, насколько элемент отдаляется, приближается, если смотреть в плоскости 2D, ну, как мы их смотрим на телефоне, чтобы показать, на каком уровне он находится от другого элемента, от другого слоя. Вот. А мы назвали это «Elevation». Вот. Есть такой термин, появился. Теперь можно пользоваться. Вот. Ну и «Материал-дизайн» и «Мобильное приложение» попал с помощью также и «Андроид Лолипоп», который пришел на смену уставу «Андроид 4.4.4». И тут есть изменения. В целом стало так красиво, ярко. Ну, вообще, я не видел первый раз, но, в принципе, понравилось, как это все изменилось. Вот. Получаются тоже слои. Если посмотреть на первый грант, там такие есть «Едификация». Они тоже как плиточками сделаны. То есть, вот эти все плиточки, они идут сквозь все экраны. Существует. Тоже на всех разных уровнях глубины находятся от пользователя. И, например, «Едификация» выезжает, он также закрывает основной экран, еще дополнительную кнопочку. Ну, в общем, да, показывается, как происходит вот эти вот плиточки. Еще интересный момент, вот если посмотреть на правый вверх экран, то, допустим, на айфоне, да, звонит телефон, и ты не хочешь общаться с человеком, а ты в это время играешься в игру. И приходится либо сбрасывать, либо ждать, пока закончится звонок, то в новом логипорде можно, допустим, продолжать играть в игру, а звонок по себе там висит. Ну, это так уже, есть больше комплекционных систем. Вот. То есть, все находится на разных слоях, и есть такая тоже интересная особенность, что есть такая плавающая кнопка, вот она кругленькая, розовая. То есть, вне зависимости от того, как ведет себя контент, как мы его там скроллим вверх-вниз, эта кнопка находится на одном, на своем месте статическом, тоже там стенкой на каком-то уровне. И, допустим, это хорошо используют для приложений, которые несут какое-то одно действие. То есть, если это, например, календарь, или мы отправляем кому-то сообщение, и отправляем письмо, то есть, эта кнопка может делать, кнопка действия, основная, которая делается в одном приложении. Нажимаем вот эту кнопку, добавляется, ну, экран с отправляем письма, и, ну, основное действие какое-то будет в приложении. Вот. Ну и сразу меня как используется. Вот. Ну, вообще, это у нас приложение Белиндарь, но материал дизайнер. То есть, скройте тапличка, остается эта кнопка справа, ниже ногу. Тоже видно, что верхняя панель направляет тоже тенью. Мы нажимаем на зеленую плиточку, которая тоже с анимацией раскрывается, ну, и как бы налазить на поверх основного экрана, ну, получается красиво. Вот. Если же, например, нажать на основную кнопку, это уже приложение Gmail. Если нажать на кнопку «Отправить письмо», то видно, как текущая страница уходит на дальний план, выезжает новая, она такая, в день уходит, появляется новый слой, ну, тоже вот, какое-то появляется ощущение целостности с помощью этой анимации. Ну, и интересно заглавляет, было бы не так интересно. Ну, и вот, они как бы, этот мир тириал, они подтверждают вот этими анимациями, переходами с экрана на экран. Вторая особенность, это адаптивная сетка, слетавший в плыв, то есть, поскольку все элементы отображаются на разных устройствах, на разных экранах, то есть, надо, чтобы оно все точно отображалось неправильно, то есть, поставил гайдом от Google, это можно посмотреть, там написано, в принципе, какой параметр, с кем параметрами задавать эту точность, также шрифты, шрифты с каким-то толстым начертанием, системный шриф работы был немножко переделан, но в целом, вот, вообще, все вот это цвета, шрифты, яркие цвета, шрифты и сетка, точные размеры, оно все и как бы характеризует материал дизайна, то есть, много белого пространства, целостная картина по сетке, в итоге, получается очень красиво и определяет стиль материала. Ну, также можно теперь красить статус-бар в андроиде, и раньше он черный, сейчас можно, если у нас какой-то цвет, рекомендую делать чуть-чуть темнее, это тоже больше в системе. Вот, конечно, вообще, самополагающим принципом это является материал дизайна анимация. Анимация, как бы, вот эти вот питочки, которые появляются в каком-то моменте взаимодействия, они вот и показывают, в принципе, вот эти вот все переходы. Вот, например, только что была стрелочка превращалась в амку, где в иконку меню, вот она тоже стандартная, то есть, как красиво они сделали, сейчас появится, вот у нас есть такая иконка, она превращается при закрытии, заезжая, приезжая в меню. Ну, и также рекомендует, play меняется, паузу, тоже рекомендует, использовать такие штучки, вот, использовать такие фишки, то есть, анимации, они ставят большой ацент на анимации, то есть, анимации сквозь все экраны, и есть тоже основополагающая частью материал-дизайна. Также взаимодействие, реакция, то есть, у нас вот есть такие шиточки, поскольку они принесли все с реальной жизни, ну, старались, по крайней мере, принесить, то вот, как, допустим, мы вводим ребенок маленький вводит пальцы по песку в воде, она же дает какую-то реакцию от этого окружающего мира, потому что сам можно вкладывать в эту плиточку, и она тоже будет реагировать такие волны, в песках, причем, если мы кликаем, например, в левую часть этой кнопки, волны исходят именно с эффициентного нажатия, если мы будем с другой стороны где-то тыкать пальцем, то будет уже с другой стороны, и срабатывает это наш опось Z, то есть, немножко она допрыгивает эта плиточка, вот, ну, это, например, тоже приложение, отнотации, когда мы нажимаем на список имя, фамилии, и происходит такая вот реакция нажатия в какое-то место, экран, это у нас показано мультизадачность, как использовано, реализовано, то есть, в таком вот виде с тенюшкой выходит в дальний план, ближние плиточки находятся чуть свеклее, и в целом оно так смотрится красиво, и если сравнивать, например, как было раньше, внешняя часть это старый Android, верхняя это новый, то здесь показано, что было просто плоские картинки, и можно было оскорить вправо-влево, не сможете спайпить, чтобы убрать лишнее, вот как-то интересно как мы сделали, что даже если сравнивать так же с iOS, как сделано тоже в плоском виде, и вот в material стиле тоже есть разница, и, например, вот как iOS реализовал на этом экране показано, как они реализовывали то, что один слой наложится на другой слой, это за счет того, что идет полупрозрачность и разнырчатость, то есть теней нету, и вот за счет этого можно было понять, что один слой наезжает на другой слой, а в случае с material design там вот все-таки основа это тени. Вот так же стандартное приложение, нотатки, тут показано, как мы можем, например, литочку сбрасывать, и вообще вот эти литочки могут находиться, можно реализовывать в разном виде, как мне сказали программисты, можно даже хоть поддельный аналийк размещать, вот что есть такая возможность. Ну и вверху показано тоже на каком-то уровне, то есть у нас пыточка находится на каком-то уровне, сверху находится желтенькая плашечка на каком-то уровне, и появляется еще какой-то элемент еще на третьем уровне, это слоеный пирог получается. Иконки у нас вверху это новые иконки, внизу старые, то есть рекомендуется использовать стандартные иконки, где можно вырисовать, а вот по стандартным они должны быть жирные, там 2 пикселя, нельзя вот скруглять, вот только как раньше было именно там в начертаниях, они геометричные должны быть и смотреть в лоб, как будто лежат на плитке, то есть вот такая вот тоже ведро уже не стоит рисовать, все в 3D они плоские, так же вот с динамиком, ну с папкой тоже на какой-то получается непонятной плоскости, а на 3D должно лежать в одной плоскости, а карандаш сильно сложный в старом варианте, в дором он проще, то есть простота, формы, симметрия, вот новые иконки люди говорят. Это тоже стандартная фича, получается вот эти плиточки они красятся например на первой картинке как выиграется какой-то программный какой-то средний пиксель цвет и закрашивается этой плиточкой получается вот синим наберет розовый желтый то есть он выбирает на картинке какой-то цвет и закрашивает плиточку это уже стандартная штука но опять же как мне сказали программист это наш туман анимация может не просто элементы не просто появляться с ниоткуда или никуда а также не могут вот так сказать такая сложная анимация появляться то есть если плиточка в реальном мире если ничего не можем сделать то материал дизайн мы можем увеличивать уменьшать когда мы можем взаимодействовать у нас получается передюшка она вырастает такая в своих масштабах закрашивается еще синим цветом внизу то есть получается такая сложная анимация но вот и которую используется уже стандартными методами довольно красиво и тоже выходит на передний план поднимается в тонушек эволэйшн вот это уже примеры с дриппа как может выглядеть реализация материал дизайна основная основополагающая анимация можно сказать показывает взаимодействие это одна из основ но так происходит кружочки улазит можно что хочет придумать то есть творчество много вот в будильни то есть кнопка действует которая плюсик нажимает можно завести в будильник в общем интересно сделано не знаю насколько она быстро наезд но в принципе получается красиво вот так же тоже как вариант можно ну это наверно больше не материал дизайн это не поставил гайдер но вообще красиво выглядит появляется менюшка вот кальпулятор то есть у нас мы нажимаем вот но подел стираем цифры таким вот синим синим такой волной стирает все цифры ну в общем поле для творчества есть много вот вот так вот такой материал дизайн все спасибо спасибо вопросы комментарии у меня есть вопрос вот эти анимации это все реализуется как это все реализуется в приложении это мы используем какие-то вызовы СДК или это они должны делиться но вот как мне сказали программисты но я не программист дизайн они сказали что какие-то анимации есть стандартные и вот эти то что я показывал свет заполняется и витки там стандартные использования может ли программист рассчитывать что вот этот случай с желтой штучкой в будильнике он просто напишет что-то там экспант и оно развернет я там слышно как он был да сам развернет спросил есть ли какой-то набор с изингом для анимации какой-то стандартный если ты визайвер ты это не делал не там для изингов можно я отвечу я просто это наруч дозрач я просто недавно эту тему изучал и там есть новые механизмы для всех штук конкретно с этой кнопкой желтой для будильника наверное может и не получится а вот вот эти вот транзишн например когда картинка выезжает увеличивается от красного фрагмента для этого API есть но совместимо только с пятеркой с толь и попом то есть для предыдущей версии еще библиотека совместимости либо они не собирались не собирались делать либо они еще не нахорош просто не боятся да это нужно прикасать изинг или есть какой-то может стандарт изинг скорости движения плавности понятно что нужно прописать но у них есть на счет изингов в материал дизайн отдельный раздел где они говорят о чем о том что смотрите если у вас изинг более равномерный это не выглядит естественно поэтому ребята тут ускорение мы рекомендуем имидать даже такой график вот этого экспонента вот рисуют вот как оно будет реалистично рекомендуем да и там он дается и у тебя понятное дело что есть transition framework который может использовать это шутбол ну вопрос максимум ну просто ты думаешь когда ты рисуешь материал дизайн и например ты рисуешь диалог то для четверки до андроида до до деколь диалоги должны быть в старом стиле или в новом для нового приложения которое ты делаешь ну я думаю что надо как-то осваивать уже новое и рисовать как это будет в будущем в новом стиле в любом случае можно как-то как у нас идет работа то есть у тебя что-то какая-то идея есть у меня программист если что он мне тормозит так вот сделать нельзя или может у меня в любом случае направить в правильный обуслов ну я думаю вопрос в том что если ты будешь делать дизайн для 5.0 а в четверке и ниже то не будет таких анимаций есть смысл такой дизайн делать для старых версий немножко неполным будет выглядеть ну не ну понятное дело что ты рисуешь скорее всего ты не будешь три макета рисовать разных и разработчик не будет три макета разных реализовывать у ну стоит ли кастомизировать свои диалоги под пятерку они чуть-чуть по другому диалоги выглядят нету бордера у кнопок да кнопки геймшифтом написано что касается что-то предела что дизайнер хочет показать если ему так вот понравилось и он хочет вот именно такую кнопку сделать то наверное да если ну если программист возражает если ну это больше идет такой вот работы дополнительной не стоит как теперь все эти анимации как теперь организовать правильно работать взаимодействием между дизайнерами и программистом получается UX дизайнерам должен разработать не только уже статическую картинку а все эти анимации продумать все эти кнопочки как человек будет ввозять то есть какие форматы теперь то есть не просто PSD получается а уже будет какой-то другой формат для того чтобы показать заказчику например эту динету да показать программисту как эти анимации будут должны работать ну если так можно на словах если программист все сделает то в принципе можно и так но можно и рисовать в каких-то анимированных программах если дизайнер есть какая-то мысль где что-то будет вот так вот и программист скажет что да так можно сделать то можно рисовать в H-анимейте или в других программах для анимации есть органистам уже на три клапана и клиентам есть всякие украинные инструменты для того чтобы быстренько накидать прототипчик стандартным какими-то вещами вот и там уже есть базовые вещи сворачивание разворачивание окошек то есть будут красивые анимированные если нужна анимация нет просто если не такие мешочные стуки то есть это дизайнер если они напишут для своего инструмента то они напишут я думаю у гугла есть страница посвященная материалу дизайну есть анимация и эти примеры там сделаны ну движущимися то есть в виде и тогда программисту для примера можно показывать вот эти стандартные анимации окей ребят давайте еще раз поблагодарим Макса